всем привет давненько меня не было в эфире надо бы наверстать чем я занимался расскажу может быть чуть попозже покажу только маленький намек он действительно очень маленький такой вот не знаю что там видно но такая вот интересная штучка это одна из множества штучек над которыми я работал вот прошедший недавние дни сюжетное видео продолжающие как бы общую тему пока что в работе хочется набрать побольше иллюстративного материала на этот процесс не очень быстрый некоторым образом затратный в основном по времени конечно поэтому сейчас так сказать для поддержания интереса будет несколько новостей и одно небольшое разоблачение и так начну этот эпизод с новости от 3 июня 2021 года а именно дмитрий олегович рогозин во всеуслышание заявил что запуск российской автоматической станции луна-25 может быть перенесен с октября 2021 года на февраль или май 2022 задержка связано с какими-то проблемами с поставками европейского прибора некоего хотя европейцы говорят что в апреле они его уже выслали раз космосу ну наверное застрял на таможне вторая новость китайский марсоход прислал новые снимки марсианской поверхности и небо которые вопреки утверждением некоторых уважаемых экспертов оказалось вовсе не черным и звездным а очень даже рыжим как на американских снимках какая неожиданность поднасрали китайцы звезд вообще не видно ну разве что на флаге китая третья новость викиликс снова разоблачили американские высадки на луну журналисты как и в предыдущие два раза рассказывают о публикациях каких-то сенсационных материалов ловко обходясь при этом без каких-либо ссылок на первоисточники придется нам поискать их самостоятельно благо это не так сложно сначала посмотрим на новостной хаб яндекса вот тут подборка ссылок на новостные ресурсы некоторые из которых смутно нам уже знакомы и часть из них таинственным образом аффилирована с медиагруппой пидор чуть был не сказал бранное слово с медиагруппой патриот куда гармонично вписывается еще и хорошо знакомая нам пол литраша забегая вперед скажу что некоторые из тех статей на которые мы будем сегодня смотреть первоисточником своих данных указывают сайт телеканала tvc и туда мы еще обязательно заглянем а вот сам телеканал tvc источником своих сведений указывает некий ресурс под названием трендимен о котором сложно сказать что-то конкретное кроме как хайпажоры и фуфломет и для ознакомления с темой глянем на упомянутые новостные заметки я не буду зачитывать их полностью и даже частично если вы желаете вкусить так сказать полный кушак этой галиматьи то пожалуйте по ссылкам на источники в описании под этим видео и так начинаем прям с первого пункта в списке дни 24 это мощное сетевое издание попадалось нам в новости о том что планеты не вращаются вокруг солнца но вы помните автор статьи некая паулина арова уж не знаю настоящее ли это имя скорее всего нет в заметке рассказывается сами видите о чем и есть ссылка на tvc правда без указания конкретной страницы тут любопытно отметить что в разделе о нас независимое наверное от фактов издания дно 24 пишет что его целью является буквально следующее доношение читателю исключительно достоверных новостей и максимальное освещение деталей и нюансов происходящих в россии и мире событий на страницах издания нет места черному пиару и заказным статьям скромно пишет о себе интернет помойка 24 ну да ладно с кем не бывает смотрим дальше курская из города курск издание life 24 11 июня сего года сообщает нам о том что найдена документальная съемка в которой высадку на луну снимали в американской пустыне съемка якобы велась в пустыне в штате невада современные журнаглисты похоже даже не подозревают о смысле и назначении слова якобы ну да ладно автором статьи значится некто андрей гольев ссылки на твц нет равно как нет каких-либо ссылок на какие-либо первоисточники никаких точных цитат вообще ничего ну конечно же мотивчик про неваду мы уже видели в моей заметке о том как плоскоземы выдали поддельное как будто бывают какие-то другие поддельное разоблачение лунных полетов а сенатор пушков скормил все это своим благодарным зрителям и в итоге плоскоземные лозунги прозвучали на всю россию в исполнении одного из центральных телеканалов а кстати в великий разоблачун попов а и выложил на своем сайте записи этого дерьмище без каких-либо поясняющих комментариев пользователи соцсетей отреагировали на признание наса с нескрываемым сарказма ха разве они не решили проблему с защитой от радиации еще в 60-х годах интересно недавно появилось видео а заглавленная викиликс сцены посадки на луну снятой в неваде и все это смотрится как-то знаете подозрительно с одной стороны вот эти вот плоскоземные цитаты из твиттера идеолога плоской земли джеронизма это же еще и найти его надо да знать нужно кто это такой из всего многообразия twitter аккаунтов выбрали почему-то именно его для того чтобы вот взять его у него цитату плоскоземные лозунги прям вот буквально цитируем и и фрагменты видео с явно плоскоземного канала но потому что но нельзя не заметить как он называется это невозможно физически значит и был сделан целенаправленно на таком фоне ссылки и цитаты у фологов выглядит знаете даже какой-то академической наукой практически неужели сенатору пушкову и доктору физмат наук попову настолько вот свербит задача разоблачить американцев что они готовы опуститься даже до такого маразма лишь бы не летали неужели они не понимают что американцам от этого ни жарко ни холодно а вред если и наносится то россиянам в первую очередь ну ладно это мы отвлеклись далее вечерний курьер из города камышин сообщает что раскрыта новая правда о высадке сша на луну как мне кажется в заголовке допущена досадная оплошность ну опечатка не там кавычки поставили в тексте они обрамляют слова высадка а надо-то по логике вокруг слова правда то есть правда о высадке сша на луну так будет точнее и честнее автором заметки значится некая светлана калиманова ссылка на конкретную статью на сайте твц присутствует чудо далее издание планет тудей уже однозначно зашкваренная перепечаткой фейка о словах илона маска который якобы заявил они летание американцев на луну это издание пишет нам из краснодарского края поселок городского типа под названием все бай или все бай не знаю население поселка около 10 тысяч человек ну то есть понятно это типичная информационная столица где же еще квартироваться изданию под названием планета сегодня новостная заметка опять-таки от 11 июня 2021 года заглавлено так обнаружено документальная съемка в которой высадку на луне снимают в американской пустыне автором значится некто андрей колесников которого нет среди указанных авторов и прочих контактов редакции то есть кто это такой ну вот просто зашел какой-то андрей колесников с улицы и написал заметку бывает в тексте нет никаких ссылок на первоисточники ну что ж тут поделаешь следующем по списку идет издание глаз ру она пишет что американцы не верят в то что их астронавты были на луне и что существуют документы подтверждающие и далее по тексту обобщенная отсылка даже не ссылка отсылка на твц присутствует но никакой конкретики автором статьи значится некая мадам элеонора гомолицкая мадам элеонора любой анализ за ваши деньги возможен выезд а вот теперь и посмотрим о чем нам сообщает всероссийский телеканал принадлежащий правительству москвы и вещающий на аудиторию более чем 100 миллионов человек в эту пятницу 11 июня 2021 года там выходит новостная заметка и одновременно как бы сказать клоунада что характерно все это идет под рубрикой с таким игривым названием великий перепост сначала пан ведущий довольно эффектно срывает себя галстук и собственно на этом заканчивается разоблачение заявленное в заголовке новости я не отношусь к ценителям мужского стриптиза но все-таки мне непонятно зачем нужно было сначала пообещать а потом вот так обломать ведь наверняка же кто-то надеялся забавный нюанс кстати в тексте новости на сайте твц есть ссылка на сайт твц а вот на упоминаемый там портал викиликс забыли поставить ссылку даже верхнего уровня ну бывает бывает однако мы совсем скоро уже поймем почему так произошло давайте уже скорее посмотрим материал который совершенно беззастенчиво скачал с исходной страницы внимание на экран портал викиликс последние годы попадавшие выпуски новостей в основном в связи с арестом джулиана асанджа выдача которого требует соединенные штаты снова громко заявил о себе эксклюзивные секретные материалы создали викиликс славу источника неопровержимой сенсационной информации на этот раз речь идет о документах которые должны подтвердить давние слухи что правительство соединенных штатов америки и наса скрывали правду о программе аполлон и о высадках на луну эти документы истинную причину обмана программы аполлон это как все это отразилось стратегии правительства соединенных штатах в то время в холодной войне естественно что никаких документов не в исходном видео не в сопровождающем тексте мы не найдем зато найдем вот эти два скрина на второй посмотрим чуть попозже это тот самый трендимен а вот первый отсылает нас к известному сайту world news daily report этот сайт это источник самых при самых правдивых новостей в мире именно он и кстати не без помощи сенатора пушкова подарил нам бессмертного советника трампа по науке в завершении нашей программы о нашумевшем заявлении помощника президента трампа по науке который не намеком не косвенно а прямо сказал что американцы никогда не высаживались на луне и уважаемые эксперты вот как в 2017 году уверовали в то что он что-то там заявил так до сих пор а на дворе между прочим уже 2021 так до сих пор не могут понять что вся исходная новость от начала и до конца была придумана авторами сайта world news daily report но нет слова этого несчастного преподавателя иудейских наук до сих пор нет нет да и всплывут в каком-нибудь споре как очередное окончательное разоблачение лжи проклятых аферистов однако согласимся всеобщее признание далеко не всегда означает что факт имел место такого признания можно добиться за счет ложной информации и массированный пропаганда и массированный пропаганда пропаганда и вот на этом скрине мы видим новость от аж 13 апреля 2015 года о якобы публикации материалов викиликс якобы разоблачающих лунные высадки самого момента своего появления и по сей день это по-прежнему горячая свежая новость попадается то в жж то в твиттере то во вконтакте то еще где-то в виде перепечаток пересказов упоминаний и ссылок уважаемые эксперты легко разоблачающий заговор полувековой давности все никак не могут понять что над их предрасположенностью хавать любое гагно лишь бы она только опровергала попросту посмеялись так вот если мы внимательно сравним тексты заметок на сайте tvc и world news daily report то поразительная схожесть нарратива попросту не сможет от нас ускользнуть внимание на экран портал викиликс последние годы попадавшие в программе аполлон и о высадках на луну эти документы отбивают истинную причину обмана программы аполлон и только все это отразилось стратегии правительства соединенных штатах в то время в холодной войне еще аргументы нам сообщают что в прошлом году китайский лунный зонд не обнаружил никаких следов визита американцев на нашем спутнике ты смотри даже фраза про китайский лунный зонд в прошлом году это пригодилась ну а то что она из 2015 какая разница однако в тексте на world news daily report нет упоминания пустыни невада так откуда же она взялась в этой заметки догадываетесь ты издеваешься надо мной викиликс сцены посадки на луну снятой в неваде а она есть вышеупомянутом ролике плоскоземов и его фрагменты буквально цитируются в этой передаче твц правда здесь стыдливо вырезана заставка с фразой про плоскую землю но прочие кадры спецэффекты звуковой ряд остались вполне узнаваемыми как кстати и плашка викиликс и точно такую же плашку вы видите в моем видеоролике что говорит о том что это аутентичный материал викиликс а текст мне написал ну наверное сам джулиан ассанж разве может быть иначе разумеется если мы заглянем на официальные ресурсы викиликс на их сайт или на их youtube канал то мы там не найдем ничего похожего на эти сногсшибательные сенсации более того самые свежие из опубликованных материалов датированы 2019 годом собственно вот вам и ответ почему ни в одной из этих новостных статей нет никаких прямых конкретных ссылок на викиликс потому что не на что ссылаться что в 2021 году может быть мотивом к ворошению заплесневевших фейков из 2015 и вот к этому как выражаются на некоторых интернет-ресурсах бампу давно протухшей новости а все очень просто и господин ведущий сам об этом рассказал по своей ли глупости или по начальственному недосмотру но он выдал в эфир вот это зачем такая фальсификация американцы просто не могли простить русским лидерство в освоении космического пространства есть русские люди умные сильные мудрые великодушные иногда даже красивые а есть вот такие вот рожкованы мелочные завистливые невежественные злобные глупые и вот у них у этих рожкованов до сих пор пригорает в одном известном месте они не могут простить американцам что те все таки побывали на луне ладно а теперь про трендимен и пора уже закругляться собственно основную идею для своего сюжета добрый молодцы с твц взяли именно с этого ресурса весь смысл коего состоит исключительно в клик бейте но тут есть забавный нюанс на их странице присутствует вставка с видеороликом уже удаленным вместе с разместившим его аккаунтом а если попробовать найти ссылки на это видео то окажется что все его упоминания попадаются исключительно на аналогичных вышерассмотренном интернет помойках при этом удаленное видео сопровождается комментарием о том что реальность съемки не вызывает сомнения хуцпа как она есть я могу любые деньги поставить я могу свою жизнь над поставить на то что американцы еще не ступали на луну на луну ни разу так зацените иронию кстати это биомасса даже собственное разоблачение не смогла придумать ей пришлось переиначить импортный фейк опустившись до буквального списывания у плоскоземов и я совсем не удивлюсь если вот буквально сегодня завтра все характерные места скопления уважаемых экспертов типа дзенов контакта и прочих начнут буквально сочиться викиликсами и невадой и каждый из независимых мыслителей будет считать себя офигенно крутым опровергателем потому что он слышал что джулиан ассанж что-то там такое разоблачил в конце концов для них это естественно ну а на этом у меня на сегодня все а а